Привет-привет! Сегодня продолжаю описывать номерные карты мастей из своей колоды, которую я сам для себя придумал. Это мифологическая вторая история и номерные карты мечей. Повторюсь, у меня нет десяток. Тузы и десятки объединены в одну карту. То есть в каждой масте 9 номерных карт. Итак, туз мечей это аретэ. Что это такое? Это совершенство, превосходство, достоинство, неизменность мышления, индивидуальность, духовная воля, честь, достоинство. И на карте античная скульптура аретэ в Эфесе. Итак, аретэ или аретэ. Кто это? Что это? Это термин древнегреческой философии, означающий добродетель, доблесть, совершенство, достоинство или превосходство любого вида. В своем самом раннем появлении в греческом языке это понятие было связано с понятием соответствия цели или функций, обозначая собранность, слаженность, прикодность, всякой вещи или существа. При этом первоначально аретэ воспринималось не только как состояние, требующее усилий для своего достижения, но и как некое природное свойство благородного человека, доступное не всякому. Это, кстати, отразилось в однокоренном понятии аристократия. Корень слова тот же, что и аристос, да? Слово, которое показывает превосходство. И постоянно использовалось во множественном числе для обозначения знати. В некоторых контекстах понятие аретэ явно связано с человеческим знанием, где выражение «добродетель» – это знание, и аретэ – это знание, используется взаимозаменяемо, то есть как синонимы. В гомеровских поэмах аретэ часто ассоциируется с храбростью, но чаще с эффективностью. То есть личность аретэ, то есть человек, в котором аретэ является как бы основополагающим, да, обладает высочайшей эффективностью. Эта личность использует все свои способности – силу, храбрость и остроумие для достижения реальных результатов. То есть вот таких храбрых, умных, остроумных, стратегически мыслящих часто называли аретэ. Но аретэ персонифицировалась и как богиня, дочь Проксидики, сестра Гомонои, с которой вкупе они нередко и назывались Проксидики, исполнительницы закона. В изложении Продика один раз на перекрестке аретэ явилась Гераклу в образе юной девушки и предложила ему славу и жизнь в борьбе со злом. А ее двойник Какия, что означает зло, предложила ему богатство и удовольствие. Геракл в итоге выбрал путь аретэ. Это та самая история про выбор Геракла. И как раз Геракл или Геркурес в Риме – это карта двойки мечей, история его выбора. Итак, двойка мечей, Геракл на распутии – это соотнесение всех за и против. Это сложность выбора, противоречия, понимание какой-то инаковости, начало изменений, аналитический процесс какой-то, выбор одного из двух, сопоставление, соотнесение, оценка. И на карте изображение Геракл на распутии – это Джованни де Мин, 1812 год, его работа. Очень нравится она мне. Итак, Геракл на распутии – это аллегорический сюжет, изображающий колебания античного героя Геракла между двумя жизненными судьбами. И добродетелью, то есть путем трудным, но ведущим к славе, и пороком, или изнеженностью. Путем, на первый взгляд, легким и полным привлекательности. Но на самом деле… И вот выражение это Геракл на распутии, оно возникло из речи греческого софиста Продика, это V век до н.э., известный лишь в изложении Ксенофонта, воспоминания о Сократе. И вот в этой речи Продик и рассказал эту сочиненную им аллегорию о Геракле, сидевшем на распутии и размышлявшем о жизненном пути, который ему предстояло избрать. Короче говоря, выражение Геракл на распутии применяется к человеку, затрудняющемуся в выборе между двумя решениями, одно из которых явно является правильным, но непростым по ходу реализации. Зато второе – приятным, но явно с непрогнозируемым результатом. Такой сложный выбор на самом деле. Тройка мечей – это принцип пейто, это эффективное убеждение, либо изящная манипуляция, через какие-то слова-триггеры, заманчивые образы и другие словесные или графические раздражители. Это и здравомыслие в том числе, это подчинение и внушение, лавирование. В общем, такое, знаешь, мутабельное поведение, так скажем, да, приспособляемость к чему-либо, но в первую очередь здесь включается момент для здесь и сейчас. Такой, знаешь, интеллектуальный, иногда интеллектуальная игра такая, да. И на карте это изображение поэту, это краснофигурный лутрофор, это 4 век до нашей эры. Итак, поэту, кто это такая? В древнегреческой мифологии это богиня убеждения, и лести, красноречие, очаровательные речи. Это персонификация понятия убеждения, воплощение силы слова. Она богиня убеждения в смысле склонения на какое-либо дело. Это очень важно. Склонение на какое-либо дело. И имеет корни в контексте древнегреческого брака, когда жених должен был вести переговоры с отцом молодой женщины, добиваясь ее руки и предлагая свадебную цену в обмен на нее. И наиболее желанная женщина привлекала многих потенциальных жеников, правильно? И убедительная речь, и умение преподнести себя часто определяла успех у претендента. В этом случае взвали к помощи богиню Пейто. Обращались к ней с просьбами. И Пейто рассматривалось как необходимый элемент убеждения, который сдерживал граждан ненужного противостояния друг с другом. По Гесиоду Пейто связано с красноречием и силой риторики. А древнегреческий драматург Ивполит утверждал, что Пейто сидела на губах Перикла, то есть наградила его красноречием и даром убеждения. А финские политики, будь то демократы или олигархи, осуществляли, как считалось, свою волю через Пейто. И вот в некоторых источниках Пейто идентифицируется не только в качестве персонифицированного убеждения, но также связано, как и ее римский эквивалент свада, с обманом, хитростью и желанием. И изображение Пейто на древнегреческой керамике чаще всего показывают ее, знаешь, в такой позиции жеста «адлокуцио». Это вытянутая правая рука с открытой ладонью на уровне или чуть выше уровня плеч. Это такое почти приветствие, но возможно предупреждение, наставление. И вот имя Пейто в современном мире нередко упоминается в связи с представителями профессии, где требуется высокий уровень навыков убеждения, склонения на свою сторону, равно как и здравомыслие. Вот такая тройка мечей Пейто. Четверка мечей – это история про Тесея и нить Ариадны. Это выход из затруднительной ситуации с помощью подручных средств, так скажем. Это решение какой-то конкретной задачи, верное направление в ее решении. Это внимательность к деталям. Это такой интеллектуальный подход ко всему, такой въедливый и проработанный. И вот на карте изображен Тесей и Минотавр в лабиринте. Это Эдвард Берн Джонс, 1861 года его работа. Очень уважаю творчество этого художника, кстати. Итак, нить Ариадны – что это значит? Это значит путеводная нить. И указывает на руководящую мысль, способ, помогающий выйти из затруднительного положения, решить трудный вопрос посредством исчерпывающего применения логики ко всем доступным, так сказать, маршрутам. Понятно, да? Это особый используемый метод, который позволяет полностью проследить шаги или по пунктам найти серию найденных истин в условном, упорядоченном поиске, который достигает конечной позиции. Понял, да? Этот процесс может принимать форму записи, например, физических отметок или даже философских дебатов. А вот само понятие «Нить Ариадны» возникло из греческих мифов об афинском герое Тесеи, убившем Минотавра, такого чудовищного полубыка, получеловека. Я уже упоминал его в ролике про придворные карты монет, Минос, король монет, именно на Крите, да? Его в Вочине был построен лабиринт Минотавра. То есть, такое практичное сооружение, сложное, ну, именно по четверке мечей, оно может быть, так сказать, вскрыто, понято, да? Эта проблема может быть решена. Что и сделал Эсей? Во многом с помощью «Нити Ариадны». Итак, по мифу, афиняне обязаны были по требованию этого критского царя Миноса с некой периодичностью отправлять на Крит юношей и девушек на съедание вот этому злобному Минотавру, обитавшему в этом построенном для него лабиринте, из которого никто не мог найти выход. И вот совершить опасный подвиг Тесею помогла полюбившая его дочь, этого критского царя, по имени Ариадна. А знаменитый строитель лабиринта Дедал, в моей колоде это рыцарь-монет, ранее подаривший Ариадне волшебный клубок ниток, научил ее, как входить в лабиринт и выходить из него. Она должна была открыть дверь и привязать свободный конец нити к дверной притолоке, а затем следовать за клубком, который, становясь с каждым шагом все меньше и меньше, по хитрым поворотам и переходам, выводил ее к внутреннему помещению, где обитал Минотавр. Этот клубок Ариадна отдала Тесею и наказала ему следовать за клубком, пока тот не приведет его к спящему чудовищу, которого следует схватить за волосы и принести жертву Посейдону. А обратную дорогу Тесею должен был найти, сматывая нить в клубок. Обратно, да? Тесею сделал все, как ему было сказано, убил Минотавра и вывел из лабиринта всех обреченных. Вот такая четверка мечей. Мне нравится, как я это придумал. Далее, пятерка мечей. Что это значит? Это значит разрубить Гордиев узел. Это такое волевое решение, развитие воли, способность поместить себя в центр мира и управлять им. Амбиции, жизнеспособность. Нередко с такой агрессивной ноткой, с революционным таким настроем, понимаешь, да? Плюс это как защита от внешних сил, так и вызывание разрушительных сил. Такие безапелляционные решения, может быть, да? Когда стоит вообще-то иногда подумать, а потом делать. Но делают, и чаще всего выигрывают, кстати, да. Итак, на карте Александр Македонский разрубает Гордиев узел. Это картина Мартина Альтамонта. Это 1708 год. Итак, крылатое выражение «разрубить Гордиев узел» означает одним махом прямолинейно разрешить сложную проблему без долгих размышлений, каких-то дум, метаний стороны в сторону, то есть, остроумно или даже откровенно грубо в обход каких-то правил и норм. Ну, просто взять ее и решить. Несмотря ни на какие последствия, кстати. И несмотря на то, что это может кого-то обидеть, ранить, задеть. Просто берешь и решаешь. То есть, выбор всегда за тобой. И вот по мифу, простой крестьянин Горди однажды стал царем Фрегии по воле богов. Как это произошло? Однажды это государство осталось бесправительным. И Оракул предсказал, что царем нужно сделать того, кого жители первым первым встретят едущим на повозке по дороге храму Зевса. И этим человеком оказался как раз простой землепашить Гордий. И вот он основал столицу, назвал ее своим именем Гордион. А повозка, приведшая его к власти и славе, была установлена в храме Зевса. Знаешь, как такое? Тотем. Снак поклонения и как бы благодарности. И вот Гордий привязал Ермо Телеки к Дышлу сложнейшим узлом. Очень сложным узлом. И после этого Оракул объявил, что тот, кто сумеет развязать узел, станет владыкой всей Азии. И вот в 334 году до нашей эры, прямо так считается, что именно в этом году, Фригию подчинил Александр Македонский, легендарный воитель древности. И узнав об узле Гордия, Александр пожелал его увидеть. Но, не сумев распутать узел, он вот так вот, не спросив разрешения, безапелляционно, наатмаш, разрубил его мечом. И удалился. Понял, да? Но, пророчество сбылось на самом деле. В любом случае, Александр с триумфом уже позже покорил многие восточные земли. Вот такая пятерка мечей. Шестерка мечей это история аргонавтов. Это забавные приключения, такие прикольные, необычные случаи, ситуации, необычные приключения. Sophisticated. Я так для себя называю эту карту. аналога этому слову в русском языке нет. Оно, скажем так, это что-то лишенное банального смысла, что-то занятное и далеко не для всех. Такое что-то завуалированное, интересно, непонятное, которое хочется понять, да? Это такие, скажем так, оформленные рассказы, интеллектуальные повествования споры, также, да? Игры, замысловатые идеи, Кое-что-то необычное, но с интеллектуальным подтекстом. И вот на карте картина Гюстава Мороя это «Возвращение аргонавтов». Знаменитая его картина. Точный год неизвестен, это скорее всему 70-е 19-го века. Итак, аргонавты. Кто это такие? Вернее греческой мифологии это участники похода в Колхиду за Золотым Руно, это побережье Черного моря. И наиболее подробно о путешествии аргонавтов рассказывается в поэме Аполлония Родосского «Аргонавтика». Предводителем аргонавтов был Ясон, а для путешествия был построен с помощью богини Афини корабль Арго. Ясон собрал для участия в походе славнейших героев со всей Эллады. И вот аргонавты в процессе своего путешествия их сопровождают такие невероятные приключения, то есть там они посещают остров Лемнос, жительницы которого за год до их прибытия перебили у себя всех мужчин. Они принимают посвящение в мистерии кабиров на острове Самофракия. Потом на них нападают шестирукие чудовища. Они встречают появившегося из глубины морской бога Главка. Потом они встречают Зета и Калаида крылатых сыновей Борея. То есть там потом они проходят сцилу и Харибду конечно же. Потом благосклонные Кессону Афины Эгера просят Афродиту чтобы Эрот зажег любовь к Ясону в сердце дочери Эта волшебницы Нидеи которая становится возлюбленной Ясона и помогает добыть ему заветное золотое руно. В общем там такие невероятные приключения происходят с ними это можно бесконечно перечислять и кстати делались попытки возвести сюжет о баргонавтах к сказке как литературно жанру такому да потому что отдельные мотивы этого мифа вообще обычны для волшебной сказки ну да такое ну очень сказочное повествование приключенческое которое нельзя назвать просто каким-то мифологическим рассказом да повествованием сюжетом это не совсем даже миф да вот такая шестерка мечей аргонавты их приключения необычные приключения тебя ждут если тебе выпадет шестерка мечей из моей колоды таро мифологическая таро история очень необычные итак семерка мечей идем дальше это троянский конь одна из моих любимых историй мифологических это законченное идеальное стратегически выверенное решение да и его успешная реализация это такое такая уловка необычный прием способ то что ведет к завершению кстати семерка мечей одна из моих любимых номерных карт вообще то как я вижу симбиоз числа семь и принципы масти мечей поэтому троянский конь здесь и на карте солдаты прячутся в троянском коне авторство этой картинки неизвестно это эмаль на меди это франция лимош около 1530 года итак троянский конь это военное сооружение из греческих сказаний о троянской войне и главный миф гласит что донайцы после длительной и безуспешной осады трои прибегли хитрости они соорудили огромного деревянного коня оставили его у стен трои а сами сделали вид что уплывают от берега трои трои тем временем жрец лаакаон увидя этого коня воскликнул что бы это не было я боюсь донайцев даже дары приносящих это выражение стало крылатым кстати многие из вас его услышали типа когда некий подарок дар или какое-то благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь но троянцы не слушая предостережение лаакаона и пророчицы кассандры которая также им намекала все же втащили коня в город а ночью донайцы которые спрятались внутри коня вышли перебили всю стражу открыли городские ворота впустили вернувшихся на кораблях товарищей и таким образом овладели троей и троя пала ввиду вот такого хитрого плана таким образом и закончилась многолетняя троянская война отсюда же возникло выражение троянский конь которое имеет двоякий смысл это и четко сработанный план а также это тайный коварный замысел вот такая семерка мечей восьмерка мечей это месть Иринии это собственно месть преследование типа от судьбы не уйдешь наказание для здесь и сейчас то что является прямым следствием поступков действий это некое напоминание о неблаговидных поступках и на карте показано нападение Иринии на ареста это Вильям Бугро 1862 год картина классная итак Иринии это богини мести в греческой мифологии рожденные геи впитавшие кровь оскопленного урана некоторые правда считают их порождением богини ночи никты и бога мрака эреба Иринии было три их имена Алекто Мегера и Тесифона чаще всего они описываются с извивающимися змеями вместо волос с угольно-черным телом и собачьей головой с крыльями как у летучих мышей с налитыми кровью глазами и пастью из которой капает кровь в руках Иринии держали зажженные факелы и усеянные бронзовыми гвоздями плети которыми они бичевали своих жертв и в обязанности Иринии входило выслушивать жалобы смертных о случаях непочитания младшими старших детьми родителей хозяевами гостей или унижение власть имущими тех кто обратился к ним за помощью но особо суровы они были к тем кто убил своих родителей то есть к отце и матери убийцам это как раз история ареста и клятва преступникам и виновных в таких преступлениях Ирине гнали из города в город не давая им ни минуты чтобы перевести дух или отдохнуть и жертвы Ирине теряли рассудок и часто умирали мучительной смертью но чаще всего конечно они тупо сходили с ума так безумные и бродили потом по миру добитые не до конца добитые Ирине ими скажем так а кстати мстительные Ирине наказывали не только виновных тех или иных преступлениях но и их детей по мифам то есть и опасаясь упоминать страшных Ирине по имени в разговоре их обычно называли эвменидами то есть добрыми ха-ха в римской мифологии Ирине соответствовали фурии кстати самая самая известная из Ирине Мегера то есть это слово Мегера оно вошло в нашу Биху мы называем вот этих стервозных баб которые покоя не дают жизни не дают Мегерами часто называем или фуриями кстати мы их тоже называем вот такая восьмерка мечей девятка мечей это еще один из моих самых любимых мифологических сюжетов это Домоклов меч это такое гнетущее состояние угроза при видимом благополучии какое-то внутреннее напряжение тягостное да какой-то прессинг такой under pressure да как говорят англоязычный и на карте меч Домокла это из одного французского сборника с очень длинным названием не буду сейчас его тут зачитывать это 1646 год так вот выражение Домоклов меч возникла из древнегреческого предания рассказанного Цицероном в сочинении Тускуланские беседы и по мифу Домокл один из приближенных сиракузского тирана Дионисия Старшего стал завистливо говорить о нем как о счастливейшем из людей Дионисий чтобы проучить завистника просто посадил его на свое место но во время очередного пира Домокл увидел что над его головой висит на конском волосе острый очень острый меч и он короче как говорят очканул а Дионисий объяснил что это знак тех опасностей которым он как властитель постоянно подвергается несмотря на кажущуюся счастливой жизнь и отсюда пошло выражение Домоклов меч которое получило значение нависшей угрожающей опасности когда что-то оно точит изнутри и никогда не дает до конца расславиться в полную меру наслаждаться жизнью вот такие номерные карты мечей из моей колоды мифологической второй истории пока-пока следующие наверное будут дубинки субтитры по-настоящему субтитры